Я сама знаю, что мне можно, а что мне нельзя. Я вам сказала, что нельзя выйдите. Я выйду тогда, когда я получу конкретный ответ на свой вопрос. Что случилось? Послушайте, три года, три года я задаю вашим врачам один и тот же вопрос. Когда мой единственный родной человек выйдет из комы? И три года я слышу одно и то же. Простите, но мы не знаем. Да что ж вы за управляющий такой, который набирает на работу подобных кретинов? Знаете, я уже год пытаюсь вылечить свою дочь. И всякий раз, еле-еле собрав деньги на очередную операцию, я задаю врачам, своим коллегам вопрос. Когда? Когда этот недуг пройдет? И всякий раз слышу одно и то же. Простите, но мы не знаем. Ну ладно. Медицина творит чудеса только в дешевых российских сериалах. Вот бумага, ручка. Садитесь, пишите. Писать что? Ну, пишите просьбу о переводе пациента в другую поликлинику. Надеюсь, там управляющий будет лучше. Но имейте в виду, кома – это едва ли не самая большая загадка в современной медицине. Он может проснуться через пять минут, а может… Ну, вы понимаете, о чем я. Дежурный по РВД, капитан Куликов. Я вас слушаю. Алло. Это милиция? Да. Здравствуйте. У меня очень большие проблемы. Что у вас произошло? У меня есть информация, что будет совершено преступление. Что за преступление? Я не знаю, что за преступление, но я знаю, где оно произойдет. Как вас зовут? Меня зовут Семен Ноздрев. Адрес преступления? Это произойдет на улице Рублева в Успенское шоссе в доме 13. Чей это дом? Море. Подождите. Вы планируете совершить преступление? Нет. Нет. Понимаете? Я буду жертвой. Вас планирует кто-то ограбить? Пока не знаю. Ну, произойдет что-то плохое. Ну, пока неизвестно что. Откуда вы об этом знаете? Ну, как? Как откуда? Я просто знаю. Алло. 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 Сейчас от какой-нибудь болезни. Господи. У вас что-то произошло? Нет. Я просто работаю над новой книгой. И мне это интересно. Ну, вы так меня до инфаркта доведете. Кстати, насчет книги. Мой племянник ваш огромный фанат. И он хотел... Простите, у меня осталось очень мало времени. И мне нужно знать, реально это? Да-да, конечно. Но тут надо подумать. Да нет такой болезни, что прямо вот так за час убивало людей. Как жаль. Хорошо. А если это не болезнь? Ну, умереть так быстро можно от укуса какого-нибудь ядовитого животного. Либо от отравления. А отравление спиртным? Нет, это не пищевое отравление. Я имею в виду использование яда. Яда? Ну, да. Такого, как мышьяк. Семен Викторович, а как насчет книжечки подписать, примянник? До свидания. Ну, и что за паника? Ты взял то, что я тебя просил? Взял. Это хорошо. Ну, давай, проходи. Стой. Я когда к тебе убегал, я кошелек дома забыл. Таксист ждет. Ты, как обычно, был прав. Ты о чем? Ты о чем? Ну, как? О том, что у нас с тобой будет девочка. Я очень этому рад. Слушай, я так и не поняла, в чем твой секрет? Откуда ты знала о моей беременности намного раньше, чем я? Вот только не говори мне сейчас, что ты, как обычно, просто угадал. Лучше скажи мне, если ты все знаешь, какой она будет в нашем… Ты уже дома? Сема, у тебя сейфа, день твоего рождения, 25-го, 04-го, 1986-го. Если вдруг со мной что-то случится, то денег, которые там лежат, хватит тебе на первое время. Сема, у тебя там все в порядке? Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, но я знаю только одно. Я очень сильно тебя люблю. Тебя и нашу малышку. Да что же там у тебя творится? Я не могу больше говорить. Я люблю тебя. Да подожди! Тебе конец. Мне кажется, Элень, запахло дерьмом. Господи! Ты сумасшедший! А если б ты случайно выстрелил? Да там нечем стрелять. А почему здесь нет патронов? Они там появятся. Только когда узнаю, зачем тебе понадобился пистолет. Я просто хочу защитить себя. Защитить от кого? От неминуемой опасности. Ну рассказывай, рассказывай. Так интересно, что же у нас на этот раз произошло. Если я тебе расскажу, ты будешь меня считать сумасшедшим. Ну в этом плане можешь не волноваться. Я и так считаю тебя сумасшедшим. Хорошо. Ответь мне на один вопрос. Ты веришь в судьбу? Значит, в этот раз секта. Нет. Это не связано с религией. Это кое-что другое. Ну как же тебе… Я все прекрасно понимаю. Ты как обычно стал жертвой своей бурной фантазии. Открой мне. Я думал, с руками у тебя уже давно все прошло. Ну ожог второй степени так быстро не проходит. Ты мне так и не рассказал, как ты умудрился обжечь обе руки сразу. А здесь нечего рассказывать. Я… Я здорово напился со своим корешем, и мы принялись чинить его развалюху. И что еще, болит? Ну если в перчатках, то вроде нормально. Тебе бы не помешала какая-нибудь мазь. Да ну их нахер. Ты знаешь, сколько сейчас мази вообще стоит? Какая проблема? Я дам тебе деньги на лекарства. Не надо. Мне твоих денег и мазь мне тоже не нужна. Все, что я хочу знать, это какого хера. Мне пришлось бросить все свои дела и приехать сюда к тебе. Сынок, я хочу попросить у тебя прощения. Я был не очень хорошим отцом, и мы с тобой очень редко видимся. Но я благодарен тебе, что ты приехал ко мне в такое нелегкое время. Спасибо. Скажите, это… Это что, шутка такая? В смысле? После проведенного расследования было установлено, что причиной пожара в доме Семена Ноздрева стала утечка газа. Ну, правильно. Это как вообще понимать? Что вас смущает? Меня смущает тот факт, что утром перед тем, как мой дом сгорел, мне пришло СМС-сообщение от неизвестного номера. Ну вот смотрите, пожалуйста, может вот так поверите мне, а? Послушайте, вы опять за это сообщение? Мы все проверили. Мы опросили всех соседей. Не было никаких следов взлома. Ваш дом никто не поджигал. Скажите, а может вместо того, чтобы общаться с моими соседями, вы постарались найти того, кто прислал мне это сообщение? Это же так очевидно! Послушайте, я вам повторяю, это скрытый номер, определить его невозможно. Это случайность, совпадение, так бывает. Это называется не случайностью, это называется халатностью проведения расследования! Так что ждите звонка от прокуратуры! Послушайте, если вы такой умный, почему вы нам сразу не позвонили и не сказали об этом сообщении? Ну и что, на что кто это сделал? Я искал. Номер действительно никем не обслуживался. И я пришел к выводу, что может быть это просто совпадение. Потому что другого объяснения я не мог найти. Хорошо, как давно это произошло? Это произошло, это произошло 22-го 03-го 2010-го. Три года назад? Да, три года назад. И какое это имеет отношение к сегодняшнему дню? Ровно через неделю, после того, как у меня сгорела квартира, мне пришло новое сообщение. Так а вы начинайте без нас. Ну хорошо, мне очень приятно это слышать. Мы скоро будем. Семен Викторович, мы уже почти приехали. Вы простите меня, надо было догадаться, что Кудазовский стоит. Ничего страшного, Сашенька. Они подождут, никуда не дерутся. Твою мать. Ну вы что, слепая что ли? Простите меня, пожалуйста, я вот ей-богу просто очень сильно спешила. Да мне все равно, куда вы спешили, я вызываю полицию. Подожди. Скажите, ваша машина застрахована? Я даже не знаю. А вы посмотрите в документах. А у меня дело в том, что нет документов. Зашибись. Тогда все понятно. Нет, я просто потеряла сумку, вот буквально пару дней назад. Там были все документы, а водить я умею. Ну да, мы это заметили. Ладно, всего хорошего. Поехали. Подождите, а как же полезно? Я сказал, поехали. Подождите, пожалуйста, извините, я не хочу показаться навязчивой, но мне как-то дальше страшно ехать. Вы бы не могли припарковать мою машину, а я уже как-нибудь сама доберусь. Да, конечно. Сашенька, разберись. Спасибо вам большое. Вы сказали, что вы куда-то очень спешили. Может, нам с вами по дороге? Вам куда? А мне на улицу Горького, восемьдесят. Подождите, вы едете на открытие выставки картин Репина? Ну да. А как вы догадались? Нам с вами по пути. Какая красивая история. Мне всегда казалось, что такие совпадения бывают только в сказках. Совпадений не бывает. Все предначертано. Ты скоро это поймешь. Если ты помнишь, мы поженились с Викторией ровно через два месяца после того случая. Слушай, отец, у меня к тебе вопрос. Мне просто интересно, скажи, когда ты успокоишься? Ты о чем? Сколько раз ты был женат? Шесть. И неужели до тебя не дошло, что брак — это не твое? Я тоже так думал, пока не встретил такую, как она. Я с ней как в сказке. Я даже не думал, что я встречу когда-нибудь такого идеального человека. Моей маме ты говорил то же самое. Так вот, про сообщения. Они приходили ко мне с того скрытого номера, который нельзя было определить. И что самое главное, предсказания в конечном счете сбывались. Все сбывалось. Я запутался окончательно и перестал хоть что-то понимать. До тех пор, пока я не получил одно сообщение. Успокойся, я тебе говорю. Нет, я успокоюсь только лишь тогда, когда ты выпьешь таблетки. Но это лишнее. Сердце у меня не болит. То же самое ты говорил два года назад, перед инфарктом. Доволен? Да. Скажи, а мой отец всегда был таким клоуном? Послушай, дай тебе по морде за такие слова. Он, между прочим, о нас заботится. И любит. Больше никогда так о нем не говори. Хорошо. Хорошо, но если не клоун, тогда как по-другому? Назвать человека, который рано утром врывается ко мне домой, привозит по непонятным причинам меня сюда, и целый день бегает возле своего родного брата и сдувает с него пылинки. Твой отец очень мнительный и суеверный человек. Это все от его матери. Она всю жизнь умирала от диабета. Пока не умерла, не успокоилась. Нужно за ним все время следить. Потому что это может погубить его. Хорошо, а как ты мне предлагаешь за ним следить, если он упрямый, как баран и слушает только себя? Есть один способ. Действует безотказно. Если хочешь, чтобы отец что-нибудь делал, нужно всеми силами его от этого отговорить. Коленька! Что-то я тебя не понимаю. Сейчас поймешь. Скажи, а где у тебя переключатель газа в доме? Спускаешься по лестнице, там красный переключатель, ручка вниз. Хотя нет. Я думаю, отключение газа – это лишнее. Ты что, хочешь отключить газ? Ну да. Нельзя в моем доме отключать газ. Сначала трунишь газ, потом сгорят целые города. Газ – это тебе не шутка. Так что не вздумай к нему подходить. Да, ты прав. Газ – это очень опасно. Как хочешь. Но я все-таки его отключу до утра. Ну, главное в этом деле стоять твердо на своем. И спорить с ним со скотским серьезом. Ты пойми, я тебе не просто так все это говорю. Мы с тобой у него единственные родные люди. Потому нужно заботиться о нем ежесекундно. Я тебя прошу, не дай никому запудрить ему мозги. Буду стараться. Ну, что вы тут, мои хорошие. Знали бы вы, как я, сильно счастлив, что мы собрались все вместе. Ты знаешь, можно было бы почаще, а не раз в год. Важно не количество, важно качество. Да. Лешка – выкопанная мать. Да, характер у него не позавидуешь. О, а ты Мишку помнишь? Какого Мишку? Ну, как какого Мишку? Который жил в подъезде напротив. А у него еще сестра Людка. Да. Да, так вот, слушай, иду я как-то раз поразить. Подожди, а у тебя громоотвод есть? Да какой там громоотвод? Я тебе сейчас хочу рассказать историю. Мишка идет, понимаешь, через улицу переходит. Что ты думаешь? Без штанов абсолютно. А напротив – это Людка. Как начала бить его? Мы общались с ним тогда до самого утра. Все было хорошо. Мы уснули в креслах друг против друга. А когда утром проснулись, в общем, тогда я понял, что эти сообщения дают мне возможность знать о будущем и быть к этому готовым. Вот так-то. И что было дальше? СМС приходили по-прежнему. Но я продолжал жить нормальной жизнью до сегодняшнего дня. И что же произошло сегодня? Несколько часов тому назад мне пришло новое сообщение. Сегодня в 21.03 ты умрешь. Что ты скажешь? Я могу сказать лишь только одно – это гениально. Что гениально? Сюжет. Сюжет очень захватывающий. Книга будет хорошей. Пойми, это не выдумка. Я говорил тебе на полном серьезе. Слушай, я как жопой чувствовал, что это будет твоя очередная чушь. Какая чушь? Ты что, не понимаешь, что это действительно так? Ну что ж, спасибо за невкусный ужин, а мне пора на работу. Как на работу? В такое позднее время? Да. Послушай, возьми от головы. Я не могу. Леша, ты единственный родной человек, которому я могу доверять. Останься. Послушай, я тебе сказал, я не могу. Мне надо как-то зарабатывать на жизнь. А сколько? Сколько ты зарабатываешь? Это мое личное дело, и тебя оно не касается. Хорошо. Давай сделаем так. Тебе нужны деньги, а мне нужно, чтоб ты остался вместе со мной. У меня есть деловое предложение. Я готов заплатить тебе двадцать тысяч долларов, если оставшихся сорок минут ты проведешь вместе со мной в моем доме. За кого ты меня держишь? Я, я просто хочу помочь тебе. Помочь? Ты хочешь мне помочь? А что ты взял, что мне нужна твоя помощь? Что, если денег жопой жу, думаешь, все в этой жизни можно купить? Да пошел ты нахер. Они обожгли тебе руки. Вместо того, чтобы пойти к отцу, родному, и попросить денег, ты связался с бандитами. Бизнес прогорел, а долги остались. Но ты решил не обращать внимание на их угрозы. А если ты не вернешь эти двадцать тысяч долларов, то они вернутся, и уже ожогами ты не отделаешься. Ты спросил, за кого я тебя держу? За гордого идиота. Я вовсе не хочу тебя покупать. Я просто хочу тебе помочь. Как отец сын. Откуда ты узнал? Из сообщений. Играет музыка. Играет музыка. Это то, что ты увидишь. Играет музыка. Экзак. 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 Прощай. Господи, помогите! Скажите, с ним все будет хорошо? Да, да, с ним все будет хорошо. Такое бывает из-за перепадов электричества. Подождите, вы хотите сказать, что из-за того, что в вашей больнице проблема с электричеством, он может умереть? Нет, даже если электричество полностью отключат, приборы будут работать еще очень долго, их не так-то просто отключить. Так что он в абсолютной безопасности. Я поняла. Спасибо большое, я именно это хотела услышать. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо, я одного не могу понять. Зачем тебе я? Но ты единственный родной человек, которому я доверяю. Нет, ты не понял. Исходя из твоей истории, все предсказания сбывались несмотря ни на что. Так? Ну да. Ну тогда зачем тебе я? Зачем тебе пистолет? Зачем это все, если тут уже ничего не поделаешь? Ты так и не ответил. Ты веришь в судьбу? Нет. Тогда во что ты веришь? Я верю в возможность выбора. У каждого из нас есть выбор. И от этого выбора зависит абсолютно все. Ну вот, это и есть мой выбор. Я мог бы сложить руки и ничего не делать. Но я выбрал бороться. Бороться с кем? Со смертью. Бороться. Знаешь, ты проиграешь. Глупо. Нет. Это не так. Ну, не все же в этой жизни происходит просто так. И эти сообщения я получаю с какой-то определенной целью. Если я смогу понять с какой, возможно, я смогу изменить свою судьбу. Ну хорошо. 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 Допустим, я поверил в эту сказку. Тогда главный вопрос заключается в том, откуда ждать смерти? Ты абсолютно здоров. Мы находимся в самом престижном, хорошо охраняемом районе города. Где ждать опасность? Я не знаю. Это может быть все, что угодно. На дом может упасть самолет. Ну тогда мы умрем вдвоем. А про мою смерть нет ничего в твоих дурацких сообщениях. Господи. Я только сейчас осознал, насколько опасно тебе находиться рядом со мной. Успокойся. С нами ничего произойти не может. Если я здесь остался, я тебе это гаранти... Ты ждешь еще кого-то? Нет. Виктория, вы попросту отбираете у меня время. Чего вы хотите? Все, что я хочу, это чтобы он не мучился. А кто вам говорит, что он мучается? Я хочу, чтобы он не мучился, когда придет в себя. При такой травме спинного мозга это будет нелегко. Но тут уж мы с вами ничего поделать не можем. А мне все-таки кажется, что можем. Это вы сейчас о чем? Его жизнь обеспечивают специальные аппараты. Если вы намекаете на эвтаназию, то в нашей стране она незаконна. Ну, в нашей стране много чего незаконного. Это что еще такое? Вы что, с ума сошли? А ну-ка уберите немедленно! Слушайте, вы что, вы издеваетесь надо мной? Я сказал, уберите деньги, пока я не... Пока я не позвонил в полицию. Я никогда... Вы слышите, я никогда не пойду на это! Этих денег хватит, чтобы спасти жизнь вашей дочке. Поймите меня правильно. Единственное, что я хочу, это прекратить мучения одного человека и дать шанс выжить другому. Мне кажется, это вполне справедливо. даже если... даже если отключить его, то... это... не просто, это ж не штекер из розетки вытянуть. Ну, именно поэтому я к вам и пришла. Да нет, нет. Он же под следствием. Все подозрения сразу же падут на меня. Я сделаю все сама. От вас требуется только обеспечить себе железное алиби и объяснить мне, как это все работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже не старайся. Это все бесполезно. Почему? Да потому что взломать этот сейф нереально. А кода от него мы не знаем. А как узнать код? Я не знаю. И знать не хочу. Все, что я знаю, это то, что мы должны срочно выкнуть эту херню. И я не шучу. Да подожди ты. Ждать чего? Ждать, пока этот сейф взорвется или что? Да нет, не взорвется. Ну, по крайней мере, не сейчас. Ты, кстати, заметил, что на передней стенке сейфа цифра восемь? Ну и что? А то, что может быть, это говорит о том, что код состоит из восьми цифр. Таким образом, они дают нам понять это. Ты прав. Ты попал прямо в десятку. Они, они решили нам указать. Надеюсь, появлением этого сейфа ты понимаешь, что это дело обычных людей. Да нет, не было там никаких людей. Он просто стоял у двери. Ну, правильно. Правильно. Его кто-то туда поставил, позвонил в дверь и свалил. Хватит меня переубеждать. Это не может быть делом простого человека. Понимаешь и точка. Мы тратим на споры с тобой, время которого у нас почти не осталось. Лучше давай разберемся, что это за восемь цифр. Тогда мы узнаем, что внутри здесь. Когда же ты повзрослеешь и поймешь, что чудес не бывает. Ну, это мы еще посмотрим. Добрый день. Добрый. Петр Алексеевич? Совершенно верно. Старший следователь Наумов. Я по поводу подследственного Ноздрева. Ноздрев. Ноздрев. Да. Да, Ноздрев. Посттравматическая кома. Что-то произошло? Нет. А, ну... Понимаете, в чем дело? Следователь, который ввел это дело, он ушел в отставку. И дело перепоручили мне. Ну, вот я пришел узнать. Может быть, есть какие-нибудь новости? Нет, никаких новостей нет. Его состояние... Его состояние с каждым днем все хуже и хуже. Петр Алексеевич, вы мне как специалист можете сказать? Он вообще в себя может прийти? Вы знаете, его жена третий год задает нам этот вопрос. И все три года мы ей отвечаем, что толком ничего сделать не можем. Какая жена? Ну, девушка, которая к нему часто приходит. Как ее зовут? Вы знаете, забыл. Ай-яй-яй. Вы извините, меня ждут. Всего хорошего. Стоп, стоп, стоп. Петр Алексеевич, вы что-то не поняли. Это не вы мне делаете должение, а я вам. Речь идет о серьезном преступлении, и наш разговор должен быть стояться в другом месте. Вы понимаете, о чем я говорю? Отчасти. Ну вот. В следующий раз, когда она здесь появится, дайте мне знать. Хорошо? Ну вот и все. Идите, служите народу. Ну? Да потому что есть люди, которые хотят тебя поиметь. Вот и все. Нет, ты не прав. В этих сообщениях не было ни слова про деньги. Так что это не имеет значения. Еще не вечер. Мне кажется, самое интересное впереди. А я думаю наоборот. Тот, кто шлет мне эти сообщения, просто хочет мне помочь. Значит, помочь, да? Да. У тебя что, вообще мозгов нет? Ну поставь себя на их место. Ну с какого хера им тебе помогать? Точно. Конечно. Как же я сразу не догадался. Пойми, у меня точно такой же сейф с 8-значным кодовым замком. И что это за 8 цифр? Это дата. 8 цифр. Полная дата. Сегодня у нас 21-е, 10-е, 2013-го года. Ну допустим это так. И что? Ну это значит, то что спрятано здесь внутри, связано с какой-то датой. Если мы поймем, что это за дата, мы откроем сейф. Как же все просто оказалось. И что это за дата? Эм, попробуй день рождения. А когда у тебя? Попробуй Виктории. А при чем здесь она? Ну просто попробуй. 25-го, 04-го, 1986-го. Нет. Ну тогда попробуй мой. 01-го, 03-го, 1960-го. Тоже нет. Мы движемся в правильном направлении. Это особенный день, когда что-то произошло. Даже если это и так, то у каждого человека было тысячу таких дней. А в твоем случае того больше. Ты прав. так. Много, много всего. Хотя стой. А ну введи, 22-го, 03-го, 2010-го. Что это за дата? Это дата, когда мне пришло первое сообщение. С этого дня моя жизнь кардинально изменилась. Нет. Это все бесполезно. Здесь без подсказки не обойтись. чё там? Это того же скрытного номера. Чё? Просят денег, да? Нет. Это что-то очень странное. Спасибо. Вкусно. Красивый дом. Ваш? Мне почему-то кажется, что вы сюда пришли не о моем доме говорить. Да, вы правы. Не о доме. Меня интересует кое-что другое. Послушайте, я уже очень много раз давала показания, поэтому ничего нового вы от меня не услышите. Нет, нет, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я не о преступлении. Там и так все понятно. Ну, о чем же мы тогда будем с вами говорить? О вас. Как интересно. Обо мне. Угу. Ну, и что же вы хотите услышать? Зачем вы к нему ходите? Хожу к кому? Не стройте дурочку. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Зачем вы ходите его проведывать? Что значит «зачем»? Хочу и хожу. Ясно? Или вы считаете, если он совершил преступление, то он и не человек вовсе? Да нет, ваше право. Но в голове не укладывается после всего, что он сделал. У вас есть семья? Нет. В таком случае мне с вами говорить не о чем. Он – это моя семья. По крайней мере, то, что от нее осталось. Больше вы от меня ничего не услышите. Если хотите меня допрашивать, предъявляйте обвинение. Всего доброго. Спасибо за кофе. Твое дитя будет тебе родным, но оно никогда не будет твоим. Очередная чушь. Я не вижу в этом смысла. Ну, наконец-то. Наконец-то ты перестал видеть в этом всем смысл, которого нету и не было с самого начала. Нет, подожди. Мой ребенок будет мне родным, но он никогда не будет моим. Почему? Почему он не будет мне моим? Потому что к тому времени, когда он родится, я буду мертвым. Но зачем? Зачем что? Зачем писать очевидные вещи? Сообщение о том, что у нас родится ребенок, пришло три месяца тому назад. А незачем. В этом всем нет абсолютно никакого смысла. Они просто хотят тебя запутать. Вот и все. А я более чем уверен, твоя будущая дочь здесь ни при чем. Что? Я говорю, это все бессмысленно. Ты сказал про дочку? Ну, да. А откуда ты знаешь, что у нас будет дочка? Ну, ты мне сам сказал. Нет, я не говорил. Ну, значит, значит, просто угадал. Просто так ничего не бывает. Что-что? Нет. Ничего. Нет. Алло. Алло, Вика. Я хочу тебе кое-что сказать. Что там произошло у тебя? Почему ты шепчешь? Произошло что-то ужасное. У меня сейчас находится полиция. Они подозревают моего сына Алешу в тяжком преступлении. Сотрудникам полиции нужно знать, где он находился 14.09.2013 года. Это была пятница. Слушай, я не помню, что было вчера, а ты спрашиваешь у меня, что было три месяца назад. Пойми, это вопрос жизни и смерти. Лешка находится сейчас в мультивной опасности. Я тогда был в Петербурге на презентации новой книги. Ну, пожалуйста, вспомни, где он был в это время? А что он натворил? Я не могу тебе сейчас говорить, но если у него не будет алиби, то его посадят в тюрьму на долгое время. Сейчас. Дай подумать. Ты знаешь, я вспомнила, когда ты был в Питере, он заходил к нам. Зачем? Зачем что? Зачем заходил? А дело в том, что он потерял ключи от дома и попросил на ночь остаться у нас. А почему ты мне про это раньше не рассказала? Что? Ты прекрасно слышала мой вопрос. Ну, тут нечего рассказывать. В этом же нет ничего особенного. Просто зашел к нам на ночь. очень жаль, Виктория, что для тебя спать с сыном мужа это ничего особенного. Это ничего особенного. Прощай. у нее будет ребенок. Я знаю, ты мне уже про это говорил. Именно так звучало сообщение, которое пришло ко мне три месяца тому назад. не у нас будет ребенок, а именно у нее будет ребенок. Ты не находишь, что это подозрительно? Нет. А что здесь подозрительного? А то, что мой ребенок не будет моим, потому что он не от меня. но мой ребенок будет мне родным, потому что он от моего сына. По-моему, тебе надо лечиться. Зачем ты это сделал? Я ничего не делал. Я повторяю еще раз. Зачем ты это сделал? Ты же мой сын. Посмотри. Посмотри на это все. Ты что, не понимаешь? Они нас хотят поссорить, а ты себя ведешь. Не ври мне! Не ври мне! Так. Я умываю руки. Я в этом цирке больше не участвую. Иди-ка ты нахер со своими вот этими сообщениями. Нет. Ты останешься. Ты что делаешь? Я знаю, что ты в тот день потерял ключи и приехал к ней. Я хочу услышать, что было дальше. подожди. Я кое-что не могу понять. Ты что, действительно готов меня убить? Так давай. Давай, стреляй. Вот он я. Стреляй. Ты хочешь знать правду? Хорошо. Будет тебе правда. Да, я действительно тогда потерял ключи. И первым делом я позвонил своему папане, который, как обычно, не взял трубку и, как обычно, не перезвонил. Потом я приехал к ней. Ты знаешь, я не буду держать интригу и скажу прямо. Да, я трахнул твою жену. А как можно было не трахнуть женщину, у которой муж импотент? Но я хочу, чтобы ты знал. Я сделал это не из-за шалости к твоему настоящему члену. Я сделал это по другой причине. Знаешь, какой? Я просто ненавижу тебя. Ненавижу всем сердцем. Когда моя мама умирала, я даже ни разу не пришел ее проведать. Все был занят, трахая своих плетей. Ты хотел услышать всю правду. Вся права заключается в том, что это ничтожество, которым в этой жизни просто везет. Что ты делаешь? Нет! Слышишь? 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не может быть. Я не хотел показаться негостеприимным. А чего не может быть? Не может быть. Не может быть, что я нахожусь в доме своего любимого писателя. Вы уж извините нас, этот наш диспетчер, Олух Олухом. Искренне надеюсь, что ваши влиятельные друзья не узнают об этом случае. В конце концов, у нас все право защитывает. Вы меня слышите? Что сказал? Да здесь все пусто, нету ничего. Продолжаем искать. Может, вы скажете, что мы ищем? Вот когда найдем, узнаем. Сергей Иванович, а что у вас вызвало подозрение? По-моему, было все понятно еще три года назад. Виктория странно себя ведет. Странно, потому что волнуется, а волнуется, потому что врет. Колумба, блин. А если ваше чутье вас подводит? Скажи, ты сегодня занимался анонизмом? Да нет. Опять не подвело. Я надеюсь, не на рабочем месте? А факты? Тебе 21 год. И у тебя нет девушки. Да я не об этом. Я о деле. Какие у вас есть доказуемые факты, что она виновна? Фактов нет, мой милый друг. Поэтому мы здесь. Мы здесь все обыскали. Здесь ничего нет. Все, кроме холодильника. Да я в нем смотрел, он пуст. Понимаете, он пуст. Вы знаете, я думаю, что... Не надо думать. Здесь есть кому думать. Ты за холодильником смотрел? Нет. Ну так помоги, Пинкертон. Ага. Ну-ка, давай. Ой, большое спасибо. Вы уж извините, что вот так получилось, что отвлекли вас. Да нет, ничего страшного. Большое спасибо. Большое спасибо. Вы знаете, самый дорогой подарок. Счастливенько. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Прочитайте, пожалуйста. Просто вслух. Как? Ты жив? Прошу вас, прочитайте. После попытки самоубийства писатель Семен Ноздрю находится в коме. Посмотрите, пожалуйста, на дату газеты. Газета за 21.03.2010 года. Три года назад в коме. Господи, это как? Чем быстрее вы в это поверите, тем больше шансов у нас вернуться. В каком смысле вернуться? А в том, что вас решили отключить от приборов. От каких приборов? Что значит отключить? Я ничего не понимаю. Ну что ж, тогда я начну с самбо начала. Это как понимать? Все отменяется. Я так не могу. А как же ваша дочка? Тут дело не в дочке. Тут дело в том, как я потом с этим жить буду. Да, жить с этим будет нелегко. Но, к сожалению, я ничего не могу поделать. И после этого вы можете поставить уровень подачи кислорода на ноль. И это все? Он умрет? Да. Только тут вот еще что. Вам нужно будет это сделать 21.00. У меня как раз в этот день выходной. Приходите часов в 9 вечера. Вот вам ключи от черного хода. Мне терять нечего. Я уже и так на самом дне. Не заставляйте меня портить судьбу еще и вам. Желаю вам хороших выходных. И настоятельно рекомендую. Не вмешиваться в это все. Завтра в 9 вечера его не станет. Мы в вашей голове. Это все плод вашего воображения. Ты не настоящий. Нет. Если не верите, можете еще раз в меня выстрелить. Но почему я ничего не помню, как я совершил самоубийство? Ну, я для этого очень хорошо постарался. А кто ты такой? Я ваше подсознание. Мое подсознание? Да. И все, что вы видите перед собой, дело моих рук. А сообщения? Это тоже я. Ну, зачем ты мне их слал? Если бы не эти сообщения, вы бы никогда не поверили, что вы сейчас находитесь в коме. А что насчет последнего СМС? Выходит, оно сбудется, и я вот-вот умру? Это зависит от вас. У вас есть шанс вернуться. Но для этого вы должны принять решение. Какое решение? Прочитайте, пожалуйста, статью до конца. Продолжение следует... Первое, что вам надо сделать, это перевести все приборы в ручной режим. Начните с ИВЛ. Это прибор искусственного дыхания, который вы видите перед собой. Понизьте уровень чувствительности до максимально низких значений. Господи, я убил собственного сына. А потом еще попытались совершить самоубийство. Я не понимаю, почему здесь нет ничего? За что я его убил? Следствие это стало понятно позже, когда Виктория во всем призналась. Призналась в чем? В том, что ребенок, которого вы ждете, будет не от вас. А от кого? А как вы думаете? От Леши. Ты повторил это еще раз сегодня. Потому что знал, что я еще раз убью сына. И еще раз себя. Но зачем? Когда вы сознательно убиваете себя, в мозгу происходит очень сильный эмоциональный толчок. Он и пробуждает вас от кома. Ты хочешь сказать, что единственный способ не выжить, это совершить самоубийство? Да. Я почти это сделал. Только мне помешали в последний момент тот полицейский. Это ты сделал? Ты решил меня остановить? Зачем? Вы убийца. Причем вы убили собственного сына. Если бы вы отправились в тюрьму, это было бы еще ничего. Но вы выстрелили себе в голову. Вы чудом остались живы, но очень сильно повредили себе мозги. Потому, когда вы проснетесь, вы будете инвалидом до конца своих дней. Вы не сможете нормально ходить, нормально писать и даже нормально есть. А как же близкие мне люди? А как же Вика? Здесь я сделаю идеальный. А там она меркантильная. Простите за такие слова, стерва. В настоящем мире мы никому не нужны. ding, да? Заткань. ты хочешь? Да ты на часы смотрела? Ну почти что девять и что? Ну как что? Последняя любовь к Армелиты вот-вот начнется. Ой, боже ты мой, я же забыла. Три минуты. А откуда ты знаешь, что я буду инвалидом и просижу в коляске всю жизнь? Откуда ты знаешь мое будущее? Я просто предположил. А я предположу по-другому. А что если я проснусь и после длительного лечения снова стану нормальным человеком? Да, это мой шанс начать все сначала. Я верю в судьбу, на все есть своя причина. То, что я чудом остался жив, это не просто так. Я должен вернуться назад. Когда вы проснетесь, вы не будете помнить своих слов. Вы будете чувствовать невероятную боль. Боль? Это единственный признак того, что ты жив. А я-то думал, вы догадаетесь сами. Догадаетесь что? Ответьте мне на один вопрос. Разве вам было плохо? Ведь я создал весь этот мир специально для вас. Какая разница? Это все не настоящее. А кто тебе сказал, что мир, куда ты хочешь вернуться, настоящий? Я ничего не понимаю. Знаете лишь только одно. Даже если вы выберете жизнь, вы все равно однажды сюда вернетесь. В смысле? Как вернусь? Когда умрете? Кто? Кто же тогда ты? Я тот, кто готов тебя простить. Ты прости как? Я же плохой человек. Плохих людей нет. Просто есть люди, которые допустили больше ошибок, чем другие. Продолжение следует... Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. У нас все получилось. План действительно сработал. Ты че молчишь? У тебя все хорошо? Ага. Представь, сюда приперся какой-то мусор, и мне показалось, что все. Три года коту под хвост. Но нет. Все, Манас не подвел. Ладно, я тебе расскажу все при встрече, а пока действуем по плану. Алло. Алло. Вот сука. После того, как Алексея Ноздрева не стало, следствие было закрыто. И с сегодняшнего дня, а именно с 21 ноября 2016 года, все активы семьи Ноздревых разморожены. Соответственно, право на наследство вступает в силу, и так как вы единственный родственник семьи Ноздревых, то все имущество переходит к вам, включая денежные средства в трех российских и одном швейцарском банках. И как скоро я смогу это получить? Через шесть месяцев после подписания вот этого документа. Возьмите мою. Вы издеваетесь? Ну, я сейчас возьму у секретаря. Спасибо. Не за что. Что вы здесь делаете? Я принес вам то, что вы потеряли три года назад. Вы долго искали эту вещь? Но вы девушка хрупкая. Поэтому вы просто не смогли отодвинуть этот черт в холодильник и найти гильзу. Ну, а что особенного, скажете вы, что я нашел гильзу на месте преступления? И вы абсолютно правы. Но эта гильза необычная. Она холостая. Итак, что мы имеем? Официальное заключение следствия звучит так. Используя ножик в качестве холодного оружия, Алексей Ноздрев попытался совершить нападение на отца с целью ограбления. Защищаясь, отец произвел выстрел в сына. Решив, что Алексей Ноздрев мертв, Семен Ноздрев вскоре совершил самоубийство. Пуля, которая попала Алексею в грудь, повредила спиной мозг, в результате чего Алексей впал в кому. Ну, вроде все сходится. Только как быть с холостой гильзой? Зачем Семен стрелял холостым патроном? А может, это понадобилось кому-нибудь другому? Убить человека, которого знает одна седьмая суша, не так просто. Сразу падет столько подозрений. Самоубийство совсем другое дело. И вроде бы все не при делах. Только как провернуть такое дело, а? Ну, во-первых, это мог сделать только тот, кто хорошо знал жертву. Близкий ему человек. Тот, кто все время находился рядом. Во-вторых, ему нужен был сообщник. Человек, который без труда смог бы втереться в доверие к жертве. Ну, и в-третьих, все должно было быть продумано до мелочей. Они были готовы на любые жертвы, лишь бы только заставить Семена Ноздрева поверить. И это сработало. Рыбка была на крючке. Дальше им только оставалось использовать эту аферу в своих корыстных целях. И все бы у них получилось. И жили бы они долго и счастливо, если бы не одно но. Жадность. Одному из них захотелось большего. Я бы даже сказал, не большего, а всего. И он начал обманывать не только жертву, но и своего партнера. Вы же прекрасно знали, что они оба вас любят, и все, что вам нужно было сделать, это просто столкнуть их лбами. А в нужный момент вы одним выстрелом убили двух зайцев. Дальше вы тщательно замели все следы, так, чтобы ни у кого не возникло ни малейших подозрений. Потом вы вернулись домой и приготовились очень долго и талантливо разыгрывать эту комедию под названием «Мой муж погиб». Но кое-что пошло не так. Пускай овощем, но все-таки один-то из них остался жив. И вы перестали спокойно спать, есть, зная, что где-то там есть человек, который знает о вас всю правду. И вот тогда вы решили отключить Алексея Ноздрева от аппарата. Так что приготовьтесь, нам предстоят долгие длинные беседы, но не здесь, а в участке. Вы меня в чем-то обвиняете? Да. Ну тогда я звоню своему адвокату. Звоните. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok